А вы помните, кто заступился за профессора Преображенского перед Швондером? Кончательная бумажка! Фактическая, настоящая броня! Чтобы моё имя даже не упоминалось! Я для них умер! Передайте трубку Швондеру! И этот же влиятельный пациент, который, очевидно, облачён какой-то властью, позже и приходит к профессору Преображенскому с информацией о том, что Шариков на него написал поклёп. О чём же нам говорит этот эпизод? А как раз о том, что Булгаков хотел, чтобы именно власть его заметила, выделила и заступилась за него перед теми людьми, которые на него нападали. По произведениям Булгакова как раз выходит, что он хотел для себя заступника, Эта же тема продолжается и в «Мастере Маргарите», когда Воланд говорит «Никогда и ничего не просите, особенно у тех, кто сильнее вас». Как раз после разговора со Сталином Булгаков начал считать своим заступником именно его. Все прекрасно знали, что «Дни Турбиных» была любимая пьеса Сталина, которую он посмотрел около 17 раз. Поэтому вполне логично предположить, что сцены профессора Преображенского с его влиятельным пациентом и есть проекция Булгакова на власть, чтобы за его предыдущие заслуги, за пьесу «Дни Турбиных» за него заступились. Так был ли конфликт художника с властью? Или это был конфликт художника с самим собой? Как вы считаете? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...